Детская футбольная команда «Сокол» вернулась из Ставрополя с престижного турнира всероссийского масштаба, из которого вышла победителем. Принимали в этом турнире участие команда Севастополя была, Калмыки, Ставрополя, Краснодарского, крайне одна там команда, несколько было команд. Буквально все команды, которые представляют Южный Федеральный Северокавказский округ. Состав довольно-таки сильный, было 12 команд, особенно которые пошли уже по Олимпийской системе, с одной четвертой, это полуфинал, особенно тяжелый был с командой из Дагестана. Довольно-таки хороший уровень, но самое главное, ребята получили неоценимый опыт, потому что тренировки тренировками, а игры это все-таки более серьезно. Тренер команды Олег Данильченко дает ребятам задания и делится своим мнением, как удалось обойти серьезных соперников. Играли с Дагестаном, был самый тяжелый матч на этом турнире. Команда лучше всего сырала, сплоченные были, все в этой эре. Но отдельно хочется сказать спасибо вратарю, потому что он у нас пенальти забил в игре, получается, да, он забил у нас. И также отбил решающие пенальти в серии после матча в пенальти. У мальчишек полно впечатлений и эмоций от победы. Самый сильный наш соперник, это была команда Дагестан. Мы выиграли ее по пенальти с еще там три раза. Нам дала этот настрой больше заниматься, ездить в другие города, побеждать и получать кубки, призы, ездить в разные места. Лидер это Хамежонов-Тимур, Макаров и Вратарь. Они больше на себя берут. Когда мы проигрываем, они помогают. Ну, они забивают головы. Команду вперед, короче, тянут. Теперь команде «Сокол» предстоит участие во всероссийском турнире в Нижнем Новгороде. Наша победа мальчишек на этом турнире, они завоевали право поехать в Нижний Новгород, представлять не только Новошахтинскую или Ростовскую область, но весь юг России, как бы юг и северный Кавказ. Второй тренер ставит задачи на игру. Задача выйти из группы, а там уже как все получится, потому что команды будут очень сильные, серьезные, команды будут сильные, такие вот как севера поприезжают. Спорт для подростков очень важен. Нисколько в плане физического развития, сколько в становлении характера. И об этом, кроме тренеров, хорошо знают родители. Любой спорт затратен, и нагрузка в основном ложится на семью. Но никто из родителей этих ребят не скажет, зачем им нужен этот футбол. Это ж хорошее дело. Физически воспитывается, морально воспитывается, уже ж не ходят они где-то там по улицам без присмотра. Очень хорошо на них это влияет спорт, вот занятия, тренеры очень хорошие. Конечно, заниматься надо обязательно. Даже если не выйдет большого футболиста, это для здоровья, для общего развития, это очень полезно. На тренировки команда вновь вернулась в спортзал клуба поселка Новая Соколовка, но уже в обновленный, после капитального ремонта. Условия, конечно, после ремонта довольно-таки шикарные. Я сам здесь в детстве занимался, и не помню, чтобы зал был такой, вот, как бы, светлый, теплый, плюс душевые отремонтированы. То есть, как бы, есть условия все для занятий. Сегодня для этих ребят созданы прекрасные условия, а значит, город ждет от них успешного участия в турнирах.